Так, интересует распределение по статьям. Дивиденды, реинвестирование, вширение производства и смежные проекты, прибыль остальным совладельцам компании. Не сочите за дележ шкуры не убитого медведя. Заранее спасибо. Дмитрий, смотрите, я думаю, что все согласятся с тем, что часть прибыли компания в любом случае будет реинвестировать, поскольку любая компания должна развиваться и без денег сделать это невозможно, поэтому часть прибыли будет реинвестироваться и я думаю, что во многом это даже не нужно будет считать прибылью как таковой, поскольку сейчас во многом принято прибыль считать то, что ты можешь положить себе в карман непосредственно. Все остальное можно считать в принципе оборотными средствами, поскольку, конечно же, будет горизонт планирования, что какие деньги, куда из прибыли нужно будет распределить. В процентном соотношении сейчас сказать, наверное, мне лично сложно, но та прибыль, которая будет оставаться предприятию, которая не будет реинвестироваться на дальнейшее, скажем так, жизнь проекта, все как и говорилось. 50% будущей прибыли распределяются именно инвесторам. Реинвестированные средства по логике должны вычитаться из доходов компании, а следовательно, их объем напрямую будет влиять на размер уплачиваемых дивидендов. Да, конечно, примерно о том, о чем я сейчас сказал. Ну, то, что часть прибыли будет реинвестироваться обратно, вы должны это понимать. Я думаю, что это вполне логично, компания должна развиваться, но помните, что реинвестированные деньги – это не потраченные или выкинутые куда-то деньги. Реинвестированные средства – это всегда почва для будущей прибыли, потому что если производство ширилось, значит, компания имеет потенциал получить в дальнейшем прибыли гораздо больше. Предусматривается ли механизм согласования объемов в направлении реинвестирования доходов компании с инвесторами? Еще раз благодарю. Дмитрий, конечно же, все равно, так или иначе, какой процент прибыли отдать инвесторам, какой реинвестировать, будет обсуждаться, утверждаться все равно главными лицами проекта, в частности, Дмитрием Александровичем, командой, которая будет проектом заниматься на стадии уже продвижения технологий, когда проект будет зафинансирован. Конечно же, к мнению инвесторов всегда будут прислушиваться. Это народный проект, но я думаю, что сколько бы прибыли там не было реинвестировано, во-первых, я не думаю, что инвесторы будут там в обиде, поскольку в любом случае на дивиденды очень много средств планируется отдаваться. А во-вторых, вы должны понимать, что если прибыли реинвестируются, значит, команда видит в этом необходимость, и команда в любом случае действует в интересах инвесторов и в интересах проекта. Поэтому не стоит относиться к реинвестированию как к недополученной прибыли инвесторов. Реинвестирование подразумевает, что в дальнейшем вы будете прибыли получать еще больше. Но для этого, собственно, это самое реинвестирование в компании всегда и происходит.